Доброе утро! Начнем этот день с новостей. С вами Анастасия Борисова и перейдем сразу к выпуску. Дополнительный прием в первый класс начался в Барнауле. Он рассчитан на детей, не проживающих на закрепленной территории. Чтобы подать заявление на дополнительный прием ребенка в первый класс, родителям нужно лично обратиться в школу или оформить заявление через портал образовательных услуг Алтайского края. Для этого нужно согласие на обработку персональных данных, свидетельство о рождении ребенка, для детей с ограниченными возможностями здоровья, заключение рекомендаций психолога-медико-педагогической комиссии и согласие родителей. Заявление рассмотра в течение недели. Если в школе нет свободных мест, то родители могут обратиться в комитет по образованию города Барнаула. Чайная обитель, полевая средневековая кухня, международный гастрономический фестиваль Ахфест прошел в Алтайском районе. Он объединил профессиональных рестораторов, сыроделов и переработчиков со всего края. Что можно приготовить из алтайского разнотравия, расскажем далее. Крапива, лопух, сурепка – для этих людей не сорняки, от которых нужно избавиться, а главные ингредиенты – блюда. На гастрофестивале шеф-повара со всей России готовят из всего, что под руку попадется. А на Алтае, куда ни глянь, все натуральное. Например, можно легкое блюдо – это яблоки с орехами в меду, запеченные. Они делаются очень легко, быстро, это вкусное лакомство, которое подходит всем, и взрослым, и детям. И оно очень легкое по своей рецептуре. Петрушка, лук, чеснок – прямиком с грядки для нас ингредиенты привычные. А вот у московского шеф-повара Василия Емельяненко алтайская зелень стала главной изюминкой блюда. Знаменитый шеф-повар приготовил сибирские щи из разнотравия алтайских полей. Лук, укроп, петрушку с огорода. То есть вот она отличается настолько кардинально от рыночной или магазинной, что даже если просто человеку дать попробовать ту или другую, он сразу поймет, даже не пробовав, а уже по аромату, когда занесут ее на кухню. Аромат алтайских трав был настолько притягательным, что гости гастрофестиваля съели 170 литров супа, побив рекорд прошлого года. Ну а те, кто предпочитает активный отдых, поучаствовали в мастер-классах по созданию бубнов, стоянию на досках с гвоздями и тибетской медицине. Анастасия Борисова, Александр Захаров, Новости. Соревнования по кибербезопасности среди белых хакеров прошли на минувших выходных в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова. Подробности в нашем сюжете. Когда-то для обеспечения информационной безопасности было достаточно положить документы в несгоравый мешкав. Сегодня это настолько сложная тема, что по этой компетенции даже соревнования проводятся. Межрегиональные, как вот это. В пятом традиционном межвузовском чемпионате по информационной безопасности Алтай-СТФ участвовало 10 команд из нескольких регионов Сибири. Формат чемпионата – атак-дефенс. Суть формата – командам перед началом состязаний предоставляются сервисы на виртуальных серверах с заранее заложенными уязвимостями. Цель каждой из команд – атаковать сервисы других команд и, соответственно, защитить от таких атак свои сервисы, закрыв все уязвимости. Успешной считается та атака, в ходе которой был похищен так называемый флаг – некая приватная информация, в данном случае картинка или набор символов. Представляется готовая система. И несколько таких систем, которые нужно атаковать и защищать свои системы. И такой режим сложнее. Мне кажется, специалист по информационной безопасности может сходу начать. Обычный человек посмотрит на мониторы, за которыми работают эти ребята, и ничего не поймет. Я тоже ничего не понимаю, но давайте спросим у ребят. Вы сейчас чем занимаетесь? Ищу вражеский флаг, пытаясь подобрать уязвимость. Ну и на сколько получается? Почти уже закончил. Хотя... Вот хакер-дом, основатели этих игр среди суденчества. На самом деле, есть игроки, более зрелые, продолжают играть. Фактически, они отрабатывают свои навыки. За ними, естественно, охотятся и спецслужбы. Естественно, их привлекают. Имеется в виду к работе, на самом деле. Надеюсь, здесь, поскольку участвуют, мы их называем белые хакеры, никто не пойдет, не будет работать на стороне злодея. По итогам состязаний первое место заняла команда Д-34-ДЛ-1-Н-3 из Сибирского государственного университета геосистем и технологий. Второе место – Сусла Батя из Новосибирского госуниверситета. На третьем месте – Лайф из Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. На почетном четвертом месте стала лучшая команда из Алтайского края – Асфутайм из Алтайского государственного университета. Константин Ганов, Анатолий Фукс, Новости. На этом все. Далее наш эфир продолжит утренний канал. Я передаю слово Елене Хорошавцевой.